ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме предложили раздать всем многодетным семьям в стране по легковому автомобилю. Идею высказал один из парламентариев. Соответствующее письмо он направил в Министерство труда и социальной защиты. Как заявил народный избранник, такой шаг будет вполне соответствовать стратегии нашего государства, предусматривающей всестороннюю поддержку многодетных. Причем машина у них, считает, депутат не надо забирать, когда детям исполнится по 18 лет. ТРАССА 101 Примерно каждый шестой российский автомобилист хотел бы приобрести электромобиль. Верится, конечно, в это с трудом, но именно такой показатель в ходе опроса выявила компания Авито. Машиной с гибридной силовой установкой, по ее данным, хотел бы обладать каждый пятый наш соотечественник. Но все же большинство россиян мечтают о кроссоверах и внедорожниках с двигателем внутреннего сгорания мощностью от 100 до 200 лошадиных сил. Привод полный, коробка автомат. ТРАССА 101 В России стартовали продажи обновленного Ниссан Экстрейл. Цены на автомобиль начинаются с отметки 1 миллион 749 тысяч рублей. Доступно 8 комплектаций. В линейке моторов 3 агрегата. 2 бензиновых на 2,2,5 литра мощностью 144 и 171 лошадиная сила соответственно. И 130-сильный дизельный двигатель объемом 1,6. В перечне новшеств мультимедийная система с поддержкой Яндекс.Авто. ТРАССА 101 Форд Фокус остается в нашей стране самой покупаемой легковушкой на рынке поддержанных автомобилей. На втором месте, по данным агентства Автостат, находится Хёнде Салярис. На третьем Киарио. Также в первую пятерку входят Тойота Королла и Тойота Камри. Всего за 7 месяцев этого года наши соотечественники приобрели почти 2,5 миллиона машин с пробегом. Снижение по сравнению с тем же периодом 2019 года почти 7%. ТРАССА 101 Ох уж эти британские ученые. Им пришло в голову выяснить, какие поверхности в автомобиле самые грязные. В смысле, где больше всего бактерий. Сравнивали результаты эксперты с мазками, взятыми с сиденья унитаза в офисном туалете. На первом месте оказался экран мультимедийной системы. Всякой нечисти там больше, чем в клозете в 4 раза. Следующее по загрязненности место – это рычаг коробки передач. Далее подрулевые переключатели, рулевое колесо и ручник. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин